ПОЛНЫЙ КОНТАКТ ПОЛНЫЙ КОНТАКТ Идет война. Турция является главной страной-виновником в разжигании Сирийской войны. Даже не США и не Катар, Саудовская Аравия. Сирия занимает особое место в планах неосманизма таких имперских амбиций господина Артагана. Он абсолютно уверенно считает, что Пашарасы должен быть свернут, власть сектантов, как они называют, должна убрана, а в Дамаске должны прийти и его люди. И Сирия должна быть подконтрольна ему. Мало того, значительная часть территории вообще должна напрямую контролироваться Турцией вплоть до Алеппо. Ну, Алеппо это особое место. Исторически сложилось для турок, что это такой город, который должен им принадлежать. Давай вещи своими номинами называть. Ведь если бы мы не столь активно не мешались в сирийский конфликт, что могло произойти? К сожалению, как сказать, ни Иран, ни Хазбалла не оказались дееспособны в том плане, чтобы разгромить террористские группировки. В результате чего стоял вопрос о взятии Дамаска, центра Дамаска. Потому что Ярмук 8 километров до дворца Асада, президента, четко 8 километров. Ну, ничего. Один рывок. То есть, решила на двух-трех месяцах. И вдруг мы вмешиваемся, и все планы господина Эртагана перепутали. В этих условиях, в общем-то, мы оказались по разной стороне баррикад уже просто конкретно, что называется. Интересы у нас разные. Мы не только тогда, когда с тобой говорили прошлый вторник, и потом через час произошло, что о чем мы говорили, а за неделю до этого, помнишь, мы с тобой разговаривали. И речь шла о чем? Что ситуация развивается так, что ключевыми вопросами, наряду с целым рядом других вопросов, является вопрос Алеппо и Длиба. Понятно, что в территории Турции будет перепрашиваться подкрепление не только исламского страна, но и еще кому. Там целый ряд организаций вообще стоят на позициях братьев-мусульман, которые активно поддерживают, и никогда не скрывал это, Эртаган. Значит, в этих условиях мы будем вынуждены наносить удары по этим колоннам. И, наконец, мы обязаны просто воюющие на земле сирийской армией к союзникам помочь закрыть границу, да? А именно на этом участке границы господин Эртаган убирает обуферные зоны, да? Там остаются два прохода, через которые они могут перебрасывать все необходимые средства для ведения войны своим клиентам, назовем так. Это Джальбрус, это исламское государство. И Азаз, это сирийская свободная армия. Поэтому они объявляют 98 километров. И как-то мы с тобой говорили в прошлом раз, что какое-то странное заявление Керри было. Я думаю, в Штатах все-таки учат математики хорошо. Он почему-то считал, что 98 километров — это 25% 900-километровой границы. Ну, понятно, что математика — это все хорошо. Мы предположили с тобой, что это просто речь идет о расширении зоны. Сейчас Эртаган заявил, что зона будет расширена, и она будет уже не 98 километров, а аж до Средиземного моря. То есть это несколько сотен километров, да? А раз так, уровень конфликта резко повышается, потому что отдельные участки границы западнее этой зоны, на этом поясню, вот граница, да? Север, северо-восток, 400 километров контролируют курды, партия Демокридского союза и их отрядной самообороны. Затем идет вот эта буферная зона, затем идет Африн, это другой анклав курский, ну, который разделен этой зоной, да? И там есть участки, которые контролируют сирийская армия. То есть он теперь будет расширять эту зону не просто там, где еще пока не было контроля ни курдов, ни сирийской армии, да? А там, где она уже есть. Это что такое? Это конфликт просто обостряется, да, ну, уровень обострения конфликта выше, чем можно предположить. Значит, если еще недавно они говорили о переброске 20 танков, это вот, судя по всему, в эту зону, значит, буферную. Сейчас, уже за несколько дней после этого инцидента с нашим самолетом, они перебросили их сирийской границы свыше тысячи единиц. То есть бронетехники, автомобильные техники, там, артиллерии и так далее. У них есть, так называемая, первая полевая армия, это во Фраке европейская часть. Вот оттуда они перебросили, а это вторая полевая армия на границе Сирии, вот такое большое количество вооружения. Да, что говорит о достаточно высокой мобильности, кстати, да, при всем там. Это говорит о том, что они готовятся к какой-то очень большой войне, в которой, естественно, будем оказывать помощь и сирийским союзникам, и тем, кто у них воюет на земле. Мало того, сейчас все больше есть информации, и курды это подтверждают, о том, что есть договоренность между США и Турцией, о том, что Соединенные Штаты отнесутся благосклонно, если турецкая армия пересекет сирийскую границу. С этой целью только на участке вот старой буферной зоны, которая сейчас стоит 98 километров, было 11 тысяч, а сейчас до 30 тысяч. Это корпус турецкой армии, да, плюс подразделение специального назначения, плюс авиация там и так далее, да. Авиация действует с двух аэродромов, это Инжерлик и под Диарбакаром. Вот самолет F-16, который сбил наш самолет, он из-под Диарбакара взлетал. Диарбакар, напомню, Курский город, и там неоднократно были попытки курдов нападения на целый ряд военных баз. Так, к промежу проще. Я имею в виду отряды Народных сил самобороны, рабочие партии Курдистана. То есть ситуация развивается вот в таком плане, и курды говорят, так как американцы вроде бы помогали курдам, да, давали оружие, осуществляли авиационное прикрытие, то сейчас курды считают, что США их, как бы выразиться по-культурнее, кидают, можешь сказать, нет? Ну так и хочешь. Да, кидают. Значит, в связи с этим они там начали сейчас зачистку, как они говорят, против проамериканских сил, то есть арестовывают ряд деятелей разных структур, которые считают, могут в тылу, значит, так, и готовятся, в общем-то, к возможной вторжению турецкой армии. При этом с повестки дня возможности взятия раки не снимаются, они находятся в непосредственной близости, они считают, что вне зависимости от ситуации они должны раку взять. Кстати, руководство партии Демократовского союза заказало, что раку мы возьмем, а потом отдадим Дамаску. Ну, в обмен на что-то, скорее всего, да, там, ну, вывоз разного имущества и так далее. Ну, потому что раку курдам смысла нет держать долго, это город такой, где пребыводает арабское население, да, есть курды, есть христиане, ассирийцы, армяне, но в основном все-таки арабы. То есть не их город. Ну, это не их, да, зачем он им нужен, там, установить конфликт, заберите, так уже было. А нам в обмен дайте вот то, и дайте разрешение, мы заберем оттуда вооружение, там, ГСМ, я не знаю, что-то. Ну, это, в общем-то, логично. Поэтому вот ситуация такая, и в этой ситуации нам надо очень грамотно проанализировать, прогнозировать ситуацию и принять решение. То, что надо работать с сирийскими курдами, с партией Максимовского Союза и Минутрия на самобороны, я думаю, ни у кого уже совсем не вызывает сомнения, хотя недавно у кого-то вызывали это сомнение. Потому что, если четырехсотки километровая граница, чуть меньше половины сирийских, которые с границей будут прорваны, тогда, извини меня за откровенность, дела пойдут очень нехорошо для сирийских властей, а мы входим в коалицию, в общем-то для нас. Пока эту границу контролирует Курд. Что надо для этого делать? Вот смотри, еще 3-4 месяца назад силы самообороны партии Демоксистского Союза, я еще раз говорю, аффилированность рабочей партии Курдистана, что немаловажно, у них было числено 40-45 тысяч человек, да? Затем, получив вооружение, они начали отмобилизование, плюс к ним присоединились вооруженные отряды Ассирийского военносовета, христиане, плюс еще чего-то, еще чего-то, где-то сейчас тысяч семь съесть. Если дополнительно передать им вооружение, то до 100-150 тысяч они отмобилизуются, у них есть такой мобилизационный ресурс. Есть проблема какая, вот Курды понимают. Естественно, против них будет массивный способ бронетехника турецкая, да? Средств противотанковой борьбы есть проблемы. С РПГ-7 хорошая, конечно, штука, но не столь эффективная, как хотелось бы, да? Значит, им нужны противотанковые комплексы, да? Какие противотанковые комплексы? Ну, не надо им каких-то новых. Вот, например, немцы иракским курдам, вот как пример, поставляли Милан. Сказать, что это новое, я бы не сказал, да, это новое. Но для того, чтобы обучить на этих Милан, действовать на этих ПТРК Милан, которые сыграют, кстати, большую роль под Синжаром, да? В частности, исламские государства используют такие грузовики, набитые взрывчатки. Вот они их подрывали на расстоянии. Ну, месяц-два уходила бы от готовки. Этих людей брали и обучали, в том числе, Германии, да? Значит, надо передать им какие-то противотанковые средства более эффективны, чем РПГ-7. Ну, я не знаю, у нас масса советских, простых, малютка, фагот, бог, значит, чего только нет. Ну, надо же обучить, месяц-два надо обучать их, понимаешь? Это не просто сел, бррр, и полетела ракета. Значит, надо их обучать. Где их обучать? Ну, их можно обучать, собственно, как на территории Сирии, так можно на территории России. Это ничего в этом плане нет. Их надо для начала, конечно, сделать с членами коалиции нашей. То есть, для этого надо башрасить, наконец, чтобы пожал руку Сталюху Муслиму. Просто-напросто, где-то, может быть, в Москве. Они члены коалиции. Причем, эти члены коалиции, они очень весомые. Они показали, как они умеют воевать. Ты мне скажи, если Турция вторгнется на территорию Сирии сухопутной операцией, НАТО их поддержит? — Значит, вот интересный вопрос. Потому что, согласно уставу НАТО, это если Турция подвергается агрессии, она должна... — Ну, поэтому я и спрашиваю. — А тут вот наоборот. Ну, конечно, учитывать циничность, значит, поддержит. Ну, давай откроем. А как поддержит? Что, НАТО пошлет в своей части воевать там? Несколько лет назад мне приходилось с серьезной немецкой делегацией разговаривать. И один член делегаций, когда я ему начал рассказать, как будет развиваться ситуация, в том числе с рабочей партии Гурдистана, с Курдой, ему сказали, «Ну как так? Это же член НАТО, это наш союзник». Я говорю, «Да, хорошо, а если там случится вот такой тип войны, вы пошлете своих военнослужащих у того?» — Нет, конечно. Поэтому ничего они там не пошлют. Ну, очередные деньги выбьют, дадут, попытаются откупить. — Ну, у Турок достаточной армии, там, под полмиллиона человек. Вот они вторгаются на территорию Сирии. Значит, мы наносим на по ним ракетно-бомбовый удар. У нас нет вариантов. — А как? А какой? Дать уступить все, чтобы захватили весь Северо-Васон? — Нет, получается, что у нас варианта нет. Притом у нас от границы, как ты говорил, 240 километров. От турецкой границы до нашей базы. То есть мы ввязываемся в полномасштабную войну с Турцией. — Ну, получается так. А как иначе? — И какая будет наша реакция? То есть мы что будем делать? — Мы должны авиационную поддержку оказать. И не только курдам. Они же и на Западе возьют, как я говорил. Там сирийская армия. — Нет, ну смотри. Хорошо. Дальше что делают турки? Вот якобы они подогнали две подлодки к крейсеру Москвы. — Да-да-да. — То есть они будут топить нас? — К всему надо быть готовы. — То есть, получается, наши действия какие? После этого мы что, начинаем долбить по территории Турции? — Вы знаете, я тебе откровенно скажу. Я противник вот этой вот долбить по территории. Зачем? — Давай и окажем массивную помощь военно-техническую сирийским курдам. — Не, ну если они уничтожают наш крейсер, то уже шутки кончились. — Если крейсер уничтожают, то, конечно, мы должны нанести вуем удар и уничтожить их флот там в Средиземном море. Это понятно, да? Но в принципе наиболее эффективным было и наиболее опосредственно это оказание помощи сирийским курдам. Первое — аффилированность рабочей партии Курсистана. Второе — имеющее общую границу контроля М-400 км к границе Турции. Как ты думаешь, что может произойти? А происходит то, что уже происходит. Значит, рабочая партия Курдистана, чтобы отвлечь часть турецких сил, они начали активно вести боевые действия против турецкой армии в районе Диар-Бакара. Там идут бои, настоящие бои, нашим пресс просто не сообщает. Там целые города подвергаются артиллерийским танковым стрелам и так далее. То есть война-то уже идёт вовсю. И недооценить эту ситуацию нельзя никаким образом. Это надо... Если мы хотим воевать, но воевать не большой вовлечённостью нашей туда, но мы должны это были делать ещё вчера, ну ладно, можно всего не сделать. По принципу, выходит поздно, ну как говорят, поздно или как там ходить. Лучше, чем никогда. Надо это делать. Это надо сейчас делать. Вообще, на полную раскрутку этого вопроса уйдёт время. Наконец, они должны получить точно уверенность, что американцы, если их не поддерживают, оказывают авиационную поддержку. К чему есть тенденция, наша авиация будет оказывать авиационную поддержку. Слушай, интересно, если турки ведут свои войска, например, под предлогом защиты туркоманов, обозначает ли это, что задаёт право России ввести свои войска в Новороссию под предлогом защиты русского населения Донбасса? Конечно, давно пора сделать. Не, ну то есть пологи, когда получается, что ломается вообще вся структура международных отношений. Она уже, мне кажется, давно поломается. Да, но тогда это уже большая мировая войска. К сожалению, тенденция к этому имеет место быть. Какой-то ужас. Какой-то ужас. Но сами курды, просто исходя из того, что ты говоришь, не могут. Ну вот, пишешь, наивные вы. НАТО просто поставит современное оружие повстанцам, инструкторов. Оружие у них больше, оно лучше. Вы меня просите, могли бы ещё ваше звание прислать, чтобы мы понимали, насколько высокие ваши знания, как диванного эксперта. Для войны такого рода, о котором мы говорим, какой-то ультрасовременный оружие совсем не нужен. Самый хороший, например, автомат Калашникова, РПГ-7 и желательно советские, хоть устарелые морально, но ещё эффективные противодамковые комплексы. И, конечно, переученные эти отряды. Ну, о чём мы говорим? Турция не может справиться с народными силами самообороны. Это военная крыла рабочей партии Гурдистана. Чисто, что не более 8 тысяч человек. Но у фирийцев есть возможность защитить свои границы? Нет. Ну, мы же видим, что они не могут даже закрыть вот этот участок границы, о котором мы говорим. Американцы говорят сейчас туркам, вы должны закрыть этот участок границы. Хуже. Они говорят, буферную зону создайте. За территорию сюда. Вроде казалось, что они отказались от идеи буферной зоны. Керри, вот перед тем, как случилось... Да-да, то, что Керри сказал, я слышал. Но это руководитель госдепроша, он говорит, да, это хорошо. Но после этого вызвали и Обама очень жёстко сказал, что надо закрыть, чтобы не шастали туда-сюда. Опять-таки, это неправильная трактовка. Не шастали туда-сюда за счёт этой буферной зоны. А в тылу должно было разместиться 11-тысячный контингент турецкой армии. Сейчас они говорят о 30-тысячном контингенте. Но буферной зоны за счёт территории Сирии. И никто и не сказал уходить оттуда. Но только силами ВКС остановить наступление турецкой армии невозможно. Для того, чтобы остановить, конечно, нужно на земле, чтобы эффективно воевали. Да, кто-то, да. Но в данный момент из всех сил, которые там воюют, воюют только кордые. К сожалению. То есть, получается, что вторжение Турции может привести к тому, что армия Ирана войдёт на территорию Сирии? Но она там уже воюет? Нет, имеется в виду, что... Массированная. Массированная. Но вообще давно пора бы туда перебросить побольше. Иранцы тоже играют в какую-то странную игру. Где-то так, где-то сяк. Но полностью не вовлекаются. Хотя, конечно, они оказывают серьёзную экономическую, военную помощь. И в том числе и своими отрядами спецназначения. И не только Алькутс. Но это пока, скажем так, достаточно локальная помощь. Они могли бы значительно больше оказать. У них армия от 500 до 700 тысяч человек. Я говорил, Абасиджи почти 9 миллионов. 1-2 миллиона первой волны, так сказать. То есть, они могут, конечно, они обязаны будут включиться в эту борьбу. А как долго занимает перебросить? Ну, я не знаю, они же самолётами будут перебрасывать из Ирана. В Сирию, через Ирак. Воздушное пространство Ирака. Тут вопрос, а американцы ничего не сделают в этом плане? Дадут ли они работу этому воздушному мосту? А так, ну, какой уровень военно-транспортной авиации у Ирана? И будем ли мы помогать военно-транспортной авиации? Вот в этом плане. Они же с сухоподными войсками не перебросят. Такой возможности просто не существует. То есть, с сухоподным путём. Поэтому расчёт только на военно-транспортную авиацию. Интересно, какая будет позиция Израиля в том случае? Ну, я думаю, Израиль будет со стороны смотреть на всё это. Хотя Израиль, конечно, будет обеспокоен, будет резким усилением и иранского присутствия там. Да и Анух из Бала уже все ресурсы, которые есть, она мобилизовала, и там уже воюет. Поэтому ситуация такая, достаточно серьёзная для Израиля возникает. Поэтому для Израиля же очень невыгодно вторжение Турции в Сирию? Нет, конечно. Израиля в Турцию очень плохие отношения. Потому что это резко обострит ситуацию, как мы с тобой говорим, и вызовет ответные меры. Не только со стороны России, но и со стороны Ирана тоже, понятное дело. Они будут вынуждены на что-то рассчитывать. А только рассчитывать можно будет на земле, на их ресурсы. Потому что ресурсы сирийской армии уже максимально мобилизованы. То есть, если Турция вводит свои войска в Сирию, то начинается гигантская война в этом регионе? Да, тенденции все к этому есть. Это так. Что для американцев может быть очень выгодно? Ну, наверное, да. А что они за океаном будут наблюдать? Я не исключаю, кстати. И эта вероятность очень высокая, с учетом ментальности господина Эртогана. И об этом мне говорили некие люди еще несколько месяцев назад. Что господин Эртоган, например, может пойти на прямую помощь. Не только, скажем так, своими отдельными военнослужащими, вооружения, техник и так далее. Но и, собственно, участием на прямую турецкой армии взять Алеппу. Это вообще будет столкновение. А то, что это может быть, я думаю, что все меньше и меньше сомнений возникает. Эртоган, как и Турция, не отдаст Сирию. Они считают, что все это их завоеваны. И по какому-то недоразумению не получается, потому что мы вмешались туда наши авиации. А мировое сообщество, очевидно, ни в коем случае не будет их останавливать? Нет. Ты знаешь, тут же вопрос есть, когда Европа говорит о беженцах, идет на уступки Турции, деньги, чего угодно. Мне кажется, они до конца не понимают, что происходит. Дело в том, что чем будет больше масштаб гражданской войны в Турции, тем ты понимаешь, а на ли поздно турецкие беженцы будут в большом количестве тоже рванут. Конечно. Да, вот тут до конца не понимают. Своим родственникам Германии. Да, абсолютно верно. Они думают, что как-то откупимся, и процесс остановится. Но такого не произойдет. Поэтому, значит, еще миллионы беженцев с территории Турции могут там оказаться. Да, они, вот Меркель, говорят, корабли пошлем в Эгейское море, где берега Греции. Ну, что-то я не вижу, пока пытаются откупиться. Но откупиться невозможно будет. Если войска Турции вторгнутся в Сирию, а что будет происходить на армянском фронте? Значит, на границе с Арменией. У них находится третья полевая армия, такая достаточно серьезная сила. Значит, я хотел бы напомнить, что армяно-турецкий украин сохраняет погран войска России. Что на территории Армении находится Гюмринская база. Вероятность возникновения конфликта достаточно высокая. Но турки, как ты знаешь, ты правильно говоришь, господин Ахмед Доватогу, премьер-министр, уже обратился к русскому Азербайджану, что они максимально приложат усилия для возвращения, как они называют, от оккупированных территорий. Маулют Чоушегун, министр, основных дел, уже слетал в Баку. Но дело в том, что эта война будет губительной для всех участников. Для Азербайджана, для Армении. И, в общем-то, это происходит на наших границах. Поэтому там может произойти очень резкое обострение на Карабахском, конечно, фронте, вне всякого сомнения. Но турки просто забыли, что и в прошлой войне, в 90-х годах, их не люди участвовали в этой войне, почти под Кельбаджарами. И никто не вернулся назад, за исключением единицы. Поэтому эта война будет серьезная. В контексте этого, конечно, тут сразу возникнет вопрос, а надо ли будет соратачиваться только на Карабахском фронте, если возникнет еще? Да нет, возникает совсем другой вопрос. Да. Вопрос возникает такой, обозначает ли это, что, возможно, теоретические условия, при которых будет применено ядерное оружие? Ну, я надеюсь, это ядерная держава. Ну, я надеюсь, это сделающий фактор. Я понимаю, что если, например, мы в ответ нанесем удар по сухопутной территории Турции, а не в ответ удар по нашей, то дальше я не буду даже рассчитывать ужасающее будущее, которое перед теми стоит. Проблема, а главное, турецкое руководство не откажется от Сирии. Оно будет делать все от нее возможно, чтобы перехватить инициативу, понимаешь? Мы точно так же от Сирии не отступим. Так и мы не отступим от Сирии, будем делать все возможное. И сейчас Израиль не отступится от своей поддержки НАСА, потому что это в страшном сне Израилю. Надо, чтобы это была либо зона влияния Ирана, либо еще хуже Турции. Либо самый страшный вариант – исламское государство, которое все больше выглядит как, ну, если изначально и не турецкий, то теперь уже очень близкий к турецкой идеологии проект. Полный контакт. Ну что же, вот спрашиваю, так перекрыли они или не перекрыли Босфор? Пока официальное заявление. Официальное заявление. Ну, Тимон Аркадьевич, то, что вы рисуете, это какая-то ужасающая картина. Просто ужасающая. Ну, дело в том, что господин Атаган, получив поддержку в той или иной мере от НАТО, хотя они его и не осудили, но, собственно, такая, да, его версию принимают к тому, якобы к реальности. Да, как и американцы, она вдохновляет его. Потому что на Западе, в том числе США понимают, что если Турция выйдет из игры по Сирии, то тогда играть там некому особенно будет. Да, поэтому вот отсюда идут и такие действия. В другой стороне, там понимают, что если удастся перекрыть полностью сирийско-турецкую границу, то, извини меня, все остальные турецкие группировки, которые воюют в Сирии, они окажутся в ловушке, не получая ни подкрепления, ни в материальном плане, ни вооружения, ничего. Поэтому сейчас, в общем-то, будет идти, скажем так, война, собственно, за попытку взятия под контроль сирийско-турецкую границу. Вначале на Западе, а потом, как я уже сказал, нельзя исключить, что и на Северо-Востоке, участки границ, которые контролируют корты. А это, конечно, как иначе? Я еще раз говорю, кто будет с воздуха поддерживать сирийскую армию? Да. Ну, вариантов нету. Веселуха. Мне очень нравится, как с тобой пытаются спорить. Ты читал тут в новой газете? А, да, мне это самое сказали, рассказали, а потом полюбопытствовал. Да, и почему-то зли... Типа Гена Гудков, да, якобы? Да, слушай, ну, Гена Гудков, слушай, Гена Гудков и я, это две разные вещи были в Государственной Думе и во фракции. Когда я пришел, Гена Гудков, который туда попал старшим лейтенантом, а ушел полковником, не выходя из-за стенки с Думы, и стал богатым человеком, он занимался двумя вопросами. Первый вопрос, это попытка лоббирования регламы, разрешения регламы для пива, да, все возмутились, говорят, ты еще вообще же подставляешь всю фракцию. А второй, он больше занимал ЧОПами и воевал с МВД в плане ведомственной охраны. Вот и все. Я когда пришел, я его быстренько поставил на место, сказал что-то, доказав, что он вообще не разбирается, не могла себе безопасности. Значит, где-то работать в центре международной торговли, на друзей кое-что делать, это одно. И что вообще, он далекий человек от этого. Он быстренько осознался, и как ни парадоксально, одни хвалебные вещи были в мой адресе. Ну, а теперь попросила его эта газета, но было бы страшно, если дермократическая газета попросила дермократа, и тот сказал что-то другое. Поэтому я и скажу, в принципе, если враг тебя ругает, значит, ты делаешь все правильно. Меня удивило, что они как возмущены, а что это с закрытым указом удали орден? Он написал бы, за что ему дали. Меня вот удивляет всегда, знаешь, вот это их не беспринципно. Почему имена летчиков неизвестны? Покажите их лица, пусть напишут, за что. Слушайте, вы что, больные, что ли, совсем на голову у вас, бобо, что ли, там, и так далее. Ну, вот, слушай, да я к этому отнесусь как-то. Я даже не до конца дочитал, а ты мне жена потом пересказала. Ну, почитай. Какая газета? Я долго путаю, говорю, московский хомсомоль, что ли? Нет. Московский, ну, нет. А как называется? Я не мог запомнить, что это за газета. Ну, это настолько несерьезно, как и когда меня там в известной радиостанции господин Пархоменко есть такой, обвинил меня в том, что чересчур профессионально у тебя здесь в студии, рассказываю, как все происходит в Средней Азии и так далее. И отсюда он сделал вывод. Если такой, мол, есть деятель, как он, вальяжный, чересчур спецслужбистский, который все здесь знает, каждый камушек. Почему же наши другие структуры, которые были связаны с расследованием, не знают это? Слушай, извини, конечно, что так профессионально подготовили меня когда-то. Ну, бред, я даже не могу уловить. Вот нить вот этих измышлений, знаешь, я не могу, я не могу понять. А что вы хотите? Бред какой-то. Скажите, какой контингент вооруженных сил России находится в Армении? Есть необходимость усилить российское присутствие в Армении? Ну, там, смотри, там погранщики, понятно, три погранотряда и погранкомбинатура в Ереване. Да, ну, тоже, в общем-то, не... То есть то, что было в Советском, там и остались, да? Что касается Гюмринской базы, да, ну, нет, ну, тысяч три-четыре. Это недостаточно, конечно. Я когда-то, будучи депутатом Госдумы, я извиняюсь, что ссылаюсь, это... Как это называется газета, которая... Новая, да, прости, Господи, не могу запомнить, да. Значит, это новая газета, это основано, обидится, значит. Я предлагал в Армении, там был ряд выступлений по этой теме, не только по Турции, по этой... Разместить, что еще одну нашу базу, задачей которой было как раз то, что вот сейчас происходит, в случае возникновения необходимости использовать ее как ударную группировку, да? То есть, это должна быть достаточно большая годная группировка, тысяч 15-20 как минимум, плюс база в Гюмрин, до 30 тысяч. Это необходимо, потому что, как я говорил, Армения — это некий непотопляемый авианосец, да? То есть, я извиняюсь, и не использовать ее стратегическое положение в этом плане, ее ценность всегда в этом плане, это неправильно, потому что эта территория максимально приближена к Ближнему Востоку, да, граничит и с Турцией, и с Ираном. Конечно, то есть, положение очевидное. Люди пишут, у Турции больше прав на войну в Сирии, чем у России. Петр из Забайкаля. Петр, вы меня, конечно, простите, но фантастически безграмотный человек. У Турции ноль прав на войну в Сирии. А вот у России стопроцентные права, потому что Россия приглашена законным правительством Сирии. Вы в следующий раз, Петр, когда чушь пишете, хотя бы выньте язык из турецкой задницы. Знаете, у нас у многих у людей есть такой стереотип. Если Турция, точнее, Сирия, вот там где-то, на югах, где-то там, значит, к ней больше отношений имеет все, в том числе Турция, но только не Россия. Помнишь, он на той передаче, в связи он сказал о том, что святая земля наша Сирия? Как едешь, дермократы разбудились. Да, они даже вот это... Так сейчас, как... Забывай название газеты, извини. Новая. Прости, господи, прости, почему-то я под разным названием у меня в голове, да? Он как это? Как это он назвал Сирию нашей землей? Да, это наша земля. И не только потому, что... Скажите мне проще, какая земля не наша? Не наша? Тоже, давайте сейчас на откровенно скажем. Мы правоприемники Советского Союза? Ну, конечно. А Советский Союз правоприемник Российской империи? Согласен. Помнишь, товарищ Сталин, самый тяжелый... Как мы к нему не относились бы? Конечно, жуткий тиран, все понятно. Но в самое тяжелое время в погонах вспомнил Российская армия. Правильно? Да, давай вспомним по-другому. Давай вспомним, ты же армянин. Ну, да. А это значит, мы помним о Великой Армении. Значит, да, да, я поясню такая штука, о Великой Армении. Значит, я не знаю, какую карту, я времени не был, не знаю. У меня было времени. Да, Рикард, значит, вообще, я докончу все-таки. Давай, давай, давай. Значит, недаром он начал внимательно изучать историю Византийской империи. Да? Почему? Потому что Российская империя была проявлена в Византийской империи. Я не претендую на всю Византийскую империю. Возник вопрос, а в каких границах? Потому что Византийская империя тоже существовала в разных границах. Но, извините меня, Константинополь всегда это было целью. Если не ошибаюсь, у Молота есть вспоминание. Когда он заходит, он единственный, кто мог в то время называть после войны Сталина Коба. Все, больше никто. Ну, как старый. Заходит в кабинет Сталина, то стоит у карты, смотрит. Он говорит, ты что смотришь? Он говорит, вот здесь у нас хорошо на дальнем. В Европе хорошо, вот здесь у нас. Не до конца взял. Почему? Потому что зона пролива. Я понимаю, вообще, здесь, Семен Аркадьевич, что Византийская империя ведь когда-то была частью Великого Рима. Я понимаю, с чего ты говоришь. Я к тому, что мы сейчас дадёте через Великий Рим. Нет, 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 я считаю, что, я неправильно, и просто сказал, а в каких границах. Я считаю, что Константинополь, это город Святого Константина, где располагается мать всех православных храмов, храм Святой Софии, который господин Артаган, кстати, в своё время мудрый Ататюр сказал, это не церковь, это не мечеть, это музей. Говорил, видел на Ютьюбе видео выступления Багдасара в Госдуме, говорил как раз про Турцию, всё сказанное сбылось, видео снято в 2016 году, я его ставил по радио. Какие у вас мысли по договору 1921 года о территориях, так называемый Московский договор? Ну, это ещё у нас Карский мирный договор, я хотел бы напомнить, что согласно этому договору, Советская Россия отдала Турции Сурмалинский уезд, это гора Арарат, который никогда не входил в состав Османской империи, это 1828 году Россия отвоевала у Персии. И Карскую губернию, которую русская армия отвоевала в войне 1877-1878 года, когда командующий Кавказской армии был, урожене, кстати, Нагорного Карабаха, впоследствии министр внутренних дел Великой Российской империи, руководитель, так называемой диктаторской комиссии, которая разорвала Конституцию, помнишь, при Александре II, Микаэл Торезович Лорис Мяликов. Да, вот это было отдано, причём большевики исходили из принципа, что надо помочь Ататюрку, потому что это почти большевик, вот он чувствует, вот Ленин был такой прозорливый, что иногда тоже становится, вот захватить власть, он у него прозорости хватает, и эта территория была отдана, да, то есть Карская губерния, достаточно большая, в русском генеральном штабе говорили, так, Карц это ключ к Эрзруму, Эрзруму это ключ к Константинополю. Так что вот это всё было отдано, я уж не говорю, что из-за большевистской революции, собственно, ведь приз, трофей Российской империи не был на Западе запланирован, ты знаешь, да, и все, и Англия, и Франция говорят, зона пролев это ваше, Константинополь это ваше, да, пожалуйста, и как территория Западной Армении, да, там предполагалось, что там будет создано армянский государство под протекторатом Российской империи. — А это уже Византия, как что я сказал? — Да, Багдасаров затроллил газету, которую уже и я забыл, пишет. — Я, честно говоря, не забываю её название, ну, да, извинят меня, главный редактор, кажется, фамилия Молдобаев что-то такое, да, там нет? — Нет, это вообще был другой человек, это работал московским комсомольцем, сейчас в Киеве страшно переживает. — А как его фамилия? — Муратов. — Муратов? — Да, Дима. — А почему в Киеве, а газета здесь? — Нет, Дима Муратов — это вообще другой, он в Москве. — Я уже запутался. — Да, Амуд Жабаев, он из крымских татар, он работал в московском комсомольце, потом уехал в Киев. — Всё, запутался, я не запоминал, я когда такие интриги касаются, я говорю, я пост, давайте лучше что-нибудь расскажу вам. — Семён прав на 100%, США координируют начало войны, их завеления ничего не вестят, начнут, начали, очнёмся по всем осям. — Да, сейчас у нас новости, Семён Аркадьевич, вы, конечно, пугали всех насмерть. — Ну, спрашивай, кого позиция Ордания? Да кто их спрашивает про позицию Ордания? — Да нет, Ордания находится на содержании Саудовской Аравии. Какая у них позиция? Хорошая страна, как красивый памятник, одна Петра ещё стоит. Каким-то образом умудряется, надо дать должность, где вносили половину палестинцев, и там же израильтяне, как мне всегда, в Петре, израильтяне с флагом Израиля ходят турчийское, и никто их трогает, никого гола не влажает, это надо должен королю Абдалле, как-то он вот у неё получается. — Значит, сейчас мы ненадолго прервёмся. Новости, а вы пока голосуйте. Т-1. Как вы читаете, прогноз Багдасарова о вводе турецких войск в Сирию сбудется, и нам придётся воевать? Тогда да, Т-1. Если Т-2, войны не будет. — Вот и мне не хочется. — А у Турции есть ядерное оружие? — Нет, ядерное оружие нет. Американцы имели там своё ядерное оружие когда-то. — И, кстати, нам надо будет кого-то пригласить, который умеет запускать голосование и подводить итоги. А у нас никого нет. Ха-ха-ха. Да, я забыл. — Так что я буду на глазах. Ну, это Женька занимался этим, да, на своём компьютере. — Да. Нет, ядерное оружие нет, слава богу, Турции. Но, как говорится, союзники есть с этим самым ядерным оружием. — Ну, пока подавляющее большинство-то один. То есть люди боятся, что всё-таки будет война. Страшно не хочется. Но то, что они делают... — Ну, если сейчас уже... — Изолим, это да. — Да, но уже всё... Это же вопрос лишь времени когда вообще закрывать. По сути, они уже, да, там, перекрыли значительные стадии. Поэтому такая ситуация. Причём, когда мы говорим о вторжении Турции в Сирию, что тоже будет означать, ты понимаешь, прямые боицы. — Война. — Да. Мы чётко понимаем, что на каком-то этапе турки будут делать то, что сейчас они делают, так называемые буферные зоны. То есть они будут использовать туркоманов, джабхаттанноса, бог знает кого, всякое отребие, к тому числе так называемых наших граждан, граждан государства СНГ, которых будут усиливать своими офицерами и солдатами, да, переодетыми, соответственно, таким образом, и им оказывать помощь. Но дело в том, что... — А как уже случилось в случае гибели нашего пилота, и уже расстреляли никакие не туркоманы? — Расстреляли серые волки. Значит, поэтому они будут оказывать эту помощь, но дело в том, что они будут использовать для этого штурмовую авиацию, вертолёты, да, а с ними тоже надо бороться, правильно, нет? Кто будет бороться с этим явлением? То есть всё идёт вот к такому развитию ситуации, и мы видим очевидность эскалации конфликта, как принято говорить. Но при этом у нас должен быть свой план, мы должны избегать крупных столкновений, но при этом не уходить от того факта, когда авиация турецкая там будет участвовать в боевых действиях, поддерживая разную эшваль, которая будет воевать на границе сирийской. Это просто вызов нам будет, потому что за безопасность в воздухе отвечаем мы, по крайней мере, на участке северо-запада, там, где... Ну, не в чём проблема, смотри, то есть, по идее, это ситуация, когда, конечно, должен вступиться Совбез и ООН, когда необходимы серьёзнейшие вещи, потому что это уже мировая война. Ну, да, ООН молчит, вроде, Совбез. Они вообще Совбез и ООН молчит, а главная же проблема стоит в чём? В том, что, как я понимаю, уровень личных отношений между Обамой и Путиным ужасающе плохо. Это тоже, как и между Эртоганом сейчас тоже. Да, и для Обама вообще классный вариант, если Эртоган с Путиным подерутся. То есть, потому что здесь ситуация такая, что если, не дай бог, это начнётся, то что НАТО будет увлечено. Да, тогда, если это начнётся с участием НАТО, то НАТО тогда может быть увлечено, конечно. Потому что это уже, извини меня, боевые действия с применением авиации и прочих дел. Тут уже не скажешь, что это партизанская война, и нам, как бы, как мы туда вмешаемся. Вот это тоже элемент существует, это факт. Остались ли пути дипломатического выхода ситуации? Ну, пока их вообще не видно. Просто не видно. Не видно совсем. Плохой мир лучше хорошей войны. Амбиции не нужны. Руси православной кому же они нужны? Явно не русичам. Таня, если бы русичей не было амбиции, не было бы русичей. Там бы до сих пор московский государство существовало бы. То есть вы хоть поизучите историю русичей, как вы говорите, чтобы было понятно, что русичи провели в войнах и походах всю свою жизнь. Благодаря амбициям Ивана Грозного, который, как известно, был потомком византийского императора, последнего византийского династии палеологов, по линии своей бабушки, и так далее. Давайте вспомним, кто прибил щит к вратам Церкви. Давай про щиты не будем. А потом Василий II Болгаровой сказал, давай христианство мы тебе привнесем, сестру замуж отдам. Есть версия, что это была не его сестра, а кого-то болгарского князя, который выдался якобы за свою сестру. Ну да, ну да. И так далее. Так все-таки к этому пришло, из-за чего он на Руси появился в православе. Но Иван Грозный в 38 раз увеличил территорию государства. Больше, чем Петр I, Екатерина II и Иосиф Сталин. В разы. Потомок византийских императоров, византийский дух. Интересно, как Египет отреагирует? Например, Египет пойдет против Турции, армия даст? Нет, не даст. Потому что Египет, во-первых, в зависимости от США, каждый год получает вооружение на бесплатно, на миллиард 300 миллионов. Израиль тоже не вяжется? Нет, Израиль тоже не вяжется. Нет, Израиль будет обеспечивать. Не его война, да. Да, это сказать, ребята, это не наша война. Как вот уже это получится? Поэтому в эту войну, вот, да и на-то я тебе скажу, 20 раз подумать, как помогать. Нет, просто слушай, если у тебя загорится Босфор, то там вариантов немного. Ну, если он закроет Босфор, извини меня, это объявление войны. Вот то, что сейчас происходит в последней новости, что они там организовали пробку, если так можно назвать, из наших кораблей. То есть уже все предпосылки, да? То есть, ах, вы нам так, а мы вам вот Босфор. Потому что Босфор для нас самый болезненный. Босфор, данная зона пролива, самый болезненный вопрос, потому что это выход в Средиземное море, в том числе для военных кораблей. Да, конечно, можно там идти через Мировой океан, там как-то там, бог знает еще как. Но это, так сказать, чужой дальний путь. Поэтому для нас это вопрос нашей национальной безопасности. Сегодня Эрдоган встречается с Обамой, да? Да. Я думаю, там будет многое прояснено ясно. Потому что если Обама сейчас не правит мудрость и не одернет Эрдогана... А он его не одернет. Ну, ты знаешь, от перекрытия Босфора пострадают американцы. Потому что здесь же как? Ну, если там загорится, Босфором пользоваться долго никто не сможет. Ну, а если начался боевые действия в районе Босфора, ну, не дай бог, честно говоря. Потому что это Стасфор, это Стамбул, ты же понимаешь. Ну, о чем я говорю, то есть до свидания Стамбулу. Один из крупнейших городов мира, да, соответствующая инфраструктура. Хорошо, смешно, армянин и еврей отвечают за русичей. Ну, извините, норманов среди нас нет, а русичи, это как раз, хочу вам напомнить, название всего лишь «Гребцов на лодках у норманов». Слушай, я порекомендовал этим людям вообще изучить историю собственного государства. Мне не понравится. И они придут к тому, что, оказывается, столько было пришлого народа, и не только со времен варягов, которые, значит, и империя всегда этим отличалась. Империя, в понимании, что это такое, это когда ключевой народ, да, стержневой, да, на русский привлекает и делает такими же россиянами другие народы. И Шапиро, известный государственный дел вовремя Петра I, он что был, кто был, я не понимаю. Ну, как-то, мы уж понимаем. Давай посмотрим вообще всех русских царей. Ну, слушай, это вообще... Это же вообще там беда бедовая. А князей? Это еще одна беда бедовая. И куда мы с этим денемся? Князь Владимир, дальше не будем, давай ходить. Распажу. Да, вообще, да, вспомним, да, что святитель Руси, куда поехал набирать свою бригаду? Своему деду Фьорда отправился. Да, потому что дедок был, совершенно конкретно нормандский пацан. Да, такой, я знаю, про Секос, военного характера. Военного характера. Я чуть не сказал лишнее. Бандит-бандит, да и был. Да, а храмы, кто строил на Русиевке, извини меня, с Константинополя приезжают. Конечно, да. Народ и в этих, в общем, ты просто, что, кстати, с Константинополя приехать и на Руси вот стать храмом, что тогда было в Византии, уровень жизни и так далее. Подпишется ли Иран? Ну, слышал турк, например, сказал, Крым ваш, сирен наша. Да мы, честно говоря, их особо не спрашиваем. Не, ну что так? Правда, лишь наша авиация уничтожила рынок, погибли 60 мирных жителей. Ну, это распространяет известная радиостанция, где училище Газпром. При этом у него ссылки весьма сомнительны на некую обсерваторию прав человека, как в Лондоне возглавляет какой-то бывший торговец с руками. Да, который регулярно, кстати, попадал в просаг со своими танками. Значит, вот он сообщил, и наша радиостанция, начиная чуть ли не на войси с этой факта, распространяется, кстати, это еще одна проблема наша, да? Каким же образом? Такая проблема, конечно, на деньги нашей государственной монополии, да? Распространяется антигосударственная анти... Я не понимаю этого. То есть это же специально, вот видишь, уже реагируют, да? Они получили эту информацию, ух, как же так? И я не... А другой... Знаешь, я еще услышал гениальную фразу. А разве не акт терроризма, уничтожение безоружных водителей бензовозов? А, на которые нефть переходит, да? Это, конечно... Круто, да? Да, очень. Ну, конечно. Я вообще удивляюсь, слушай. То есть люди, которые, по сути, зарабатывают деньги для исламского государства, для Эртогана, это, в общем-то, порядочные люди, слушай, мирные люди. Как на них можно было нанести авиационный удар, это непонятно. А другой деятель на этой радиостанции рассказывает очень своеобразные, по его пониманию, войны между Россией и Турцией. И упоминает о Крымской войне, да, там, и так далее. Но еще-то забывай, что после Крымской войны была война 1877-1878 года на блоках. Он не знает об этом ничего. Он когда-то исчезло. И он приходит к очень странному выводу, что в этой войне победит Турция. Извини меня, это уже как называется. Скажем, сколько это может продолжаться? Я не знаю. Судя по «Газпрому» сколько угодно. Я не знаю, какой-то газет, честно забываю, но новая, да? Новая, новая. Прости, Господи. Но я не знаю, кто ее финансирует. Я прочитал, Горбачев ее осознал. Саша Лебедев, Александр Евгеньевич Лебедев. Крупный демократ. Крупный предприниматель. Да. Ну, слушай, ну вот это, бог с ним все же. Но это радиостанция. Такие вещи, извини меня, это никакой спецпропаганды американской, турецкой не нас. За ней тут работает эта радиостанция. И вносит, по сути, дает информацию, во-первых, несоответствующей действительности, во-вторых, преднамеренно направлены на подрыв национальной безопасности страны. Я не могу понять, что это такое. Представляешь, во время Великой Отечественной войны, Великой Отечественной войны, кто бы распространял информацию в пользу гитлерской Германии? Как бы это было? Крайне печально. Надо подводить итоги голосования. Я могу только подвести на глазок, потому что Анна Борисовна сегодня нет. Но там подавляющее большинство, к сожалению, у народа ощущение, что, увы, может быть и война. Ну, так что нам надо предпринять какие-то экстремальные меры. То есть здесь надо относиться с очень холодным рассудком, потому что больше беды себе сложно представить. Ну, конечно, мы вкатываемся в тяжелейшие времена. А вот в такие времена особенно страшно, когда идет разлад в собственном доме, в том числе экономические и политические. Поэтому здесь необходима консолидация народа-элита. Для этой цели элита должна быть народной. То есть должна жить интересами народа, не отдельных олигархических структур и группировок. На этом мы сегодняшний эфир на радио свой заканчиваем. Уступаем слову новостникам. Не забудьте с двух до пяти. Евгений Янович, это всегда интересно и всегда замечательно. А я не знаю, выходим ли мы сегодня в телевизионный эфир. Следите за объявлениями. Ситуация меняется так быстро, что ни от чего нельзя зарекаться. Если мы вас не напугали, тогда даже не знаем, какую радиостанцию вы слушали.